МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В больницах Чувашии проводят мастер-классы по изготовлению ватно-марлевых повязок. Столица Чувашии может стать городом трудовой доблести. Администрация Чебоксар решила подать документы на конкурсный отбор для присвоения городу высокого звания. Добрый вечер в прямом эфире Весе Чебоксара. О наиболее заметных событиях дня и минувших выходных расскажут корреспонденты КТРК Чувашии и я, Оксана Замятина. В единый реестр проблемных домов в Почувашии вошли сразу шесть новых долгостроев. По три в Чебоксарах и Новочебоксарске. В качестве причин для внесения недостроенных высоток в своеобразный черный список на сайте Минстроя России указано нарушение сроков передачи объектов долевого строительства более чем на шесть месяцев. Дом по улице Советской в Новочебоксарске и жилой комплекс Ривьера в Чебоксарах должны были ввести в эксплуатацию еще в конце прошлого года. А дом для друзей в городе Спутники и жилой комплекс Альбатрос в столице в начале этого. Но люди, вложившиеся в стройку, пока еще ждут ключи от своих квартир. Как ждут их владельцы квадратных метров в жилых комплексах Лазурны и Алые Паруса. Напомню, на включение этих объектов в список проблемных еще в январе настаивали сотрудники прокуратуры Чувашии. После чего Республиканский Минстрой направил в Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства необходимые документы. Таким образом, сейчас в едином реестре проблемных объектов страны числятся 12 долгостроев республики. В этом году бригады, латающие ямы на чебоксарских дорогах, ставят рекорды в полтора раза больше обычного. Почему магистрали продолжают разваливаться? Что делать с ветшающими мостами, убитыми лапсарским проездом и улицей Гражданской? По каким технологиям укладывают дороги сейчас? И почему до 2017 года было хуже? Глава столичной администрации ответил на эти вопросы нашей съемочной группе, сидя за рулем своего автомобиля. В выходные он прокатился по городу, причем маршрут. Движения заранее обговорен с ним не был. Две с половиной тысячи квадратных метров ям на городских дорогах. Золотав выбоины на одном участке, через пару дней туда нужно возвращаться снова. Вот и складывается ощущение, что бригады кружат на одном месте, говорят специалисты. Дорожники уже поставили собственный рекорд. 350 квадратных метров залатанных ям в сутки. Обычно в полтора-два раза меньше. Но по-хорошему асфальт на улице Университетской надо менять. Последний раз она была отремонтирована лет 7-8 назад. При интенсивности движения, о котором мы говорили, 15-20 тысяч автомобилей в сутки, верхний слой асфальта здесь надо менять минимум раз в 5 лет. Минимум. Но есть дороги гораздо в более худшем состоянии, поэтому и средства лучше потратить на них. Улица Ошмарина. Отремонтировать обещают давно, но смысла ее делать без ливневки нет. Быстро развалится. А это дополнительное время на проектирование и расходы. Поэтому обновят ее не раньше следующего года. Улица Гражданская. Там нет ливневки и постоянно идут жалобы. Просто ее отремонтировать тоже стоит 100-150 миллионов рублей. Но мы понимаем, что это даже прослужит недолго, потому что нет отвода ливневых стоков. Поэтому пошли на реконструкцию. И сейчас проектируем, в этом году начнем. Но это опять будет стоить 600-700 миллионов. Лапсарский проезд. В самом плачевном состоянии. Там ездить невозможно. И сегодня там на легковой машине не проедешь. Понимаем это тоже. Проектируем, будем реконструировать. Но она тоже будет стоить миллионов 700-800. А у нас весь дорожный фонд миллиард-миллиард сто в год. Просто не хватает денег. 2,5 миллиона квадратных метров дорог отремонтировали 50%. Нам нужно еще 2,5 миллиарда, чтобы хотя бы по кругу пройти все дороги. А еще есть мосты, которые ветшают на глазах. Клади, не клади туда асфальт. Смысла особого нет. Укреплять нужно еще и расшатанные конструкции. Как на Сугутском мосту. А это дорогое удовольствие. Ремонт этого моста, он обойдется тоже, ну, я думаю, не меньше, чем 150 миллионов рублей. А просто его отремонтировать верхним слоем асфальта обойдется миллион 15-20. Ну, то есть мы можем сейчас 15 миллионов убить на него. Но через два года мы опять придем к тому, что его нужно ремонтировать. Потому что конструкции уже обветшались. А если своевременно не проведем капитальный ремонт Октябрьского моста, его ждет участь московского, которую нам пришлось полностью разбирать. Надежда на новую программу по ремонту мостов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Она должна заработать через год. Вообще, если бы не национальный проект, признает Алексей Ладоков, в городе бы уже были рытвины вместо дорог. Да и подход у городских властей к приемке магистрали, ремонтируемых на федеральные средства, стал жестче. Обязательно поэтапный стройконтроль из другого региона, чтобы не было договоренностей. Проспект 9-й Пятилетки как раз отремонтировали уже на федеральные деньги в 2017 году. Причем по методу холодной регенерации, который стал образцовым для других регионов страны. Мы заходим в основание, добавляем щебень, усиляем каркас. Таким образом избавляемся от трещин, полностью регенерируем нижние слои. Вот мы сейчас смотрим, здесь уже вода появляется. Кто-то сейчас скажет, опять вы тут что-то лукавите. Но вода стоит, потому что появляется колея. И она за два с половиной года уже более сантиметра, это норматив. А это уже Эгерский бульвар. Ремонтировать его будут в этом году. От проспекта Мира до ДК трактора строителя вместе с самим кольцом. А пока, как временная мера, ямочный ремонт. В межсезонье до начала строительных работ это поможет спасти не одну подвеску и колесо. За сутки, за двое до начала заливки ям начинают их уже обрабатывать и так и оставляют. Принимается критика. Нужно сразу, конечно, заделывать, не оставлять. Наладить работу таким образом, чтобы подготовленный участок в течение суток был залит. Валентина Алексеева, Вадим Владимиров, Вести Чебоксары. Вообще, Алексей Ладоков за три часа поездки по Чебоксарам ответил на самые острые вопросы. Как часто нужно ремонтировать морпосадское шоссе, самую загруженную магистраль города? И почему этого не делают? Насколько тяжело было принимать решение об открытии проспекта Ивана Яковлева еще до окончания его реконструкции? Как долго пешеходам еще ходить по разбитым тротуарам? Что делать, когда дорога еще на гарантии, а подрядчик уже банкрот? Вот. Большое интервью с главой столичной администрации смотрите завтра в 21 час на канале Россия 24. Текущий ремонт региональных дорог сегодня обсуждали в Доме правительства. В этом году его выполняют всего две подрядные организации. Вот Дорстрой и Дортех. В декабре прошлого года они выиграли торги и подписали договор, рассчитанный до 2022 года. Однако к марту стало понятно, что работа этих двух компаний вызывает ряд нареканий по качеству и своевременности выполнение, отметил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов. За истевший период стало очевидным, что силы и средств двух компаний недостаточны для выполнения содержания автодорог региональной сети надлежащим образом. Зачастую, ввиду нехватки единиц техники, материалов, подрядная организация не в состоянии оперативно реагировать на погодные условия и принимать меры по ликвидации ямочности и иных дефектах дорожного покрытия, что негативно сказывается на техническом состоянии автодорог и вызывает недовольство со стороны жителей республики. Профильное ведомство намерено встретиться с руководителями дорожных компаний и порекомендует привлечь к работе субподрядчиков, чтобы своевременно обслуживать вверенные им участки. В будущем при проработке конкурсной документации чиновники рассмотрят возможность участия большего количества организаций, заверил Владимир Осипов. Сейчас в ремонте региональной сети автодорог задействовано 164 единицы техники. Дыры залатали на площади 33 300 квадратных метров. Стоит отметить, что в этом году свою лепту в неминуемое разрушение дорог внесла еще и аномально теплая зима. В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог в Чувашской республике удовлетворительное. Однако неблагоприятные погодные условия, связанные с постоянным переходом температур с минусовых на плюсовые и как следствие покрытие больших участков дорог талой водой привели к активному разрушению асфальтобетонного покрытия. Особенно явно проявились дефекты дорожного покрытия на региональной сети автодорог. По состоянию на начало года протяженность региональных автодорог, соответствующих нормам, составила 44%. К концу 2020-го этот показатель должны довести до 47%, отметил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии. Для этого придется отремонтировать 44,5 километра магистралей. Объем финансирования работ составит более 1 миллиарда рублей. Сегодня в столице Чувашии собрались представители всех районов республики. В Ледовом дворце Чебоксара-Арена прошел парад муниципалитетов. Он дал старт празднованию 100-летия Чувашской автономии. Подробности у Вероники Павловой. Приветствуем Багаушский район! Ярко, красочно, масштабно в таком полном составе, пожалуй, представители муниципалитетов республики встретились впервые. Как известно, вековой юбилей Чувашии пройдет под слоганом «Вместе» и парад районов и городов. Это тот момент, когда свою сопричастность к масштабному событию чувствуют не только участники, но и зрители. Открытие состоялось весьма удачно. На высоком уровне, с большим привлечением артистов, приехали очень много представителей районов, которые с гордостью пронесли свои штандарты по всему сердцу Чебоксара. Об основных вехах истории региона рассказали в масштабном театрализованном представлении, которое длилось больше получаса. В нем приняли участие свыше 600 человек. Уникальные декорации и архивный видеоряд погрузил зрителей в прошлое столетия. Сидел на трибуне и поразилась, поражалась такому размаху, столько людей, все так красиво. Не то, что смотреть по телевидению, это просто чудо, чудо. Сто лет – это подведение неких итогов развития нашего чувашского народа, нашей родной республики. И вот в том фильме, в том шествии, которое мы сегодня увидели, было ясно прочертано, какую большую и емкую работу мы все провели, в том числе, конечно же, это наши родители, наши бабушки, дедушки. На праздник пригласили ветеранов, общественных деятелей, депутатов, руководителей крупных предприятий, врачей и педагогов. Особо отметили тех, кто внес свой вклад в развитие и становление региона. Им вручили юбилейные памятные медали, учрежденные к столетию образования Чувашской автономной области. Первыми их из рук в Рео главы республики получили митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, народно-артистка СССР Вера Кузьмина и почетный гражданин столицы Чувашии Иван Долгушин. Есть такое очень глубинное удовлетворение, что я являюсь представителем Чувашского народа, что я являюсь носителем этой очень богатой, очень глубинной культуры Чувашского народа. И вот эта гордость, она, конечно же, сегодня вот так вот как-то так, скажем так, не просто зашевелилась, а вот забила ключом. Напомню, что столица Чувашская автономия – значимое событие в масштабах всей страны. Указ о праздновании юбилеющей в 2020 году подписал президент России. Сегодняшнее событие стало знаковым. Она дала старт основным мероприятием, запланированным в регионе. Раника Павлова, Владимир Сидей, Песня Чуваша. Чувашия получит почти 30 миллионов рублей из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Распоряжение об этом премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 6 марта. Всего же правительство страны направляет на оплату труда врачей более 18 миллиардов 300 миллионов рублей. Такое решение было принято с целью ликвидации дефицита кадров в медицинских организациях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. Согласно распоряжению, больше всего средств направят в Московскую область и Санкт-Петербург. Чувашия получит софинансирование наравне с Республикой Хакасии. Самодельные ватно-марливые повязки вместо покупных медицинских. Какова сейчас ситуация с продажей одноразовых масок в чебоксарских аптеках и как сделать повязку самостоятельно, расскажет Ирина Ромадова. Одноразовые маски в чебоксарских аптеках есть, но не везде и в ограниченном количестве. В какое время появится новый завоз, фармацевты сказать затрудняются. Поставщики пока просто ставят заказы в очередь. К сожалению, поставщики и производители с 15 февраля в своих праздниках дают предмет, так как ватно-марливая повязка отсутствует. И все наши заявки, к сожалению, не исполняются. Ну что же, мне кажется, есть возможность, как говорится, вспомнить, как изготавливать ватно-марливые повязки. Например, в первой чебоксарской аптеке провизоры работают именно в самодельных ватно-марливых повязках. Для посетителей висят специальные памятки инструкции по их изготовлению. В витринах бинты, марля и вата в достаточном количестве. Медики отмечают, что в самодельной повязке легче дышать, так как она не синтетическая, в отличие от одноразовой. Кроме того, ее можно надевать многократно, используя различные обеззараживающие средства. Специально для наших телезрителей в Центральной городской больнице показали, как самостоятельно сделать ватно-марливую повязку. Это совет тем, кто заболел. Так как пациент считается как источник болезни, желательно носить и не заражать. Можно взять марлю длиной до 90 и шириной около 60 сантиметров. Посередине положить вату размером примерно 20 на 20 сантиметров. Марлю нужно сложить в три слоя и сделать завязки, разрезав ножницами с обеих сторон до ваты и сшив нитками. Ватно-марливую повязку можно использовать в течение трех часов. Потом постирать с мылом, просушить и прогладить с двух сторон. Повязка будет снова готова к использованию. Ирина Ромадова, Надежда Александрова, Михаил Солин, Никита Углев. Вести Чебоксары. Из-за аномально теплой зимы весеннее половодие на реках республики уже началось. О готовности к пропуску паводковых вод говорили сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые провел в Рио главы региона. Олег Николаев поручил главу муниципалитетов подготовить необходимые гидротехнические сооружения и проконтролировать бесперебойную работу предприятий ЖКХ в период паводка. Угрозы затопления пока нет, отметили эксперты ГКЧС республики. Но на случай возникновения чрезвычайной ситуации нужно проверить систему оповещения населения, а экстренным службам быть начеку. Другой вопрос, который затронули на заседании, как снизить количество пожаров и жертв, погибших от огня. Больше всего возгорание в республике в прошлом году возникло из-за неосторожного обращения с огнем, неправильного использования электрооборудования и поджогов. А весной чаще всего пожары случаются из-за бесконтрольного сжигания травы, отметил председатель ГКЧС республики. Если все же поработаем с населением, если поработаем с сельхозтоваропроизводителями, чтобы исключить пал травы, если есть необходимость, да, законодательство позволяет организованный пал травы, но для этого надо предусмотреть все меры безопасности и предосторожности. Сейчас надо поднять весь актив. Как раз вот время остается буквально еще, наверное, максимум месяц до весны, до пожароопасного сезона нам другого не дано. Главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Дмитрий Арсетов оказался в числе 30 победителей конкурса «Лидеры России» в специализации здравоохранения. Он вошел в десятку суперфиналистов, заняв второе место в рейтинге и теперь будет представлять республику на завершающем конкурсном этапе в Сочи. С самого утра Дмитрий Геннадьевич на работе. День расписан по минутам. Пациенты, консультации, операции. Все вопросы этот активный человек решает быстро и творчески. У него масса полезных идей, и он всегда нацелен на результат. Мысль участвовать в конкурсе «Лидеры России-2020» в флагманском проекте президентской платформы России «Страна возможностей» зрела давно. Мастеру своего дела было, что предложить. Разработанный в офтальмологической больнице социальный проект «Здоровое зрение» адресован подрастающему поколению. Он успешно проводится на территории Чувашии уже несколько лет. Это работа нашего учреждения, наших волонтеров, наших коллег-педагогов непосредственно в образовательных учреждениях Чувашской республики. Это школы, детские сады. Для формирования правильного поведения в части профилактики глазных заболеваний, для обеспечения возможностей профилактического аппаратного лечения непосредственно в учебных заведениях. На специализацию здравоохранения от один из трех профильных треков конкурса было подано более 9,5 тысяч заявок от медиков со всех регионов страны. Почти треть из них – кандидаты или доктора медицинских наук, новаторы, чьи решения уже вносят существенный вклад в будущее медицины. Полуфинал, финал конкурса прошли в Москве. В этих очных турах встретились яркие и талантливые управленцы. Пять дней мы общались, решали вместе кейсы, формировали общее понимание развития нашего здравоохранения. Работали мы в основном командно, то есть все кейсы и все задания были реализованы в группе по 10 человек, где мы, в принципе, могли показать как свои личностные качества в процессе работы с коллегами, так и, естественно, очень важна была командная работа. Представитель Чувашии смог заявить о себе и добиться победы. Своим позитивным настроем он, как руководитель, сумел сплотить и веренный ему коллектив. С 2010 года руководителем нашей клиники является Арсетов Дмитрий Геннадьевич. С его появлением стало закупаться современное специализированное оборудование для проведения операций при тяжелых заболеваниях сетчатки, стекловидного тела и хрусталика. Он заряжает всех своим позитивом. Он всегда первым старается внести что-то новое в нашу жизнь. И мы стараемся тоже вместе быть, идти в ногу. Конкурс, говорит Дмитрий Арсетов, подстегнул к новым инициативам, мыслям, знаниям. Обозначил ориентиры для того, чтобы двигаться дальше. Задачей номер один заслуженный врач Чувашия называет продолжение проектов, которые уже реализуются в республике. Тиражирование полезного и эффективного опыта. Лидия Галактенова, Владимир Синдей, Вести, Чувашия. Чебоксары могут стать городом трудовой доблести. Столичная администрация решила подать документы на конкурсный отбор для присвоения городу такого звания. Сегодня свою поддержку мэрии в этом вопросе выразили и общественники республики, отметив, что вклад жителей и предприятий Чебоксар в победу в Великой Отечественной войне неоспорим. Делали очень многое для того, чтобы обеспечить победу на фронте. Скажу так, что, например, все танки, которые выпускались в Советском Союзе, они были оснащены продукцией Чебоксарского электропаратного завода. Ликер-водочный завод выпускал коктейли Молотова. И вы знаете, насколько эффективно они были применены, особенно в начальный период войны, когда нам не хватало оружия, техники. У конкурса есть условия. Присвоение звания должны поддержать и сами жители города. Поэтому члены общественной палаты Чувашии предложили выразить свое мнение горожанам по этому вопросу в день голосования по поправкам в Конституцию. Оно намечено на 22 апреля. Все предоставленные на конкурс материалы о городе проверит специальная рабочая группа ученых из Академии наук России. Напомню, присваивать городам звание «Город трудовой доблести» предложил президент страны Владимир Путин в преддверии 75-летия Великой Победы, подписав соответствующий закон, который направлен в первую очередь на сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание детей, укрепление единства страны, а также противодействие попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны. Отмечу, что в городах трудовой доблести будут устанавливать стелу с изображением герба города и текстом указа. Ранее весна устанавливает новые температурные рекорды. Завтра, по прогнозам синоптиков, столбик термометра в Чебоксарах может подняться до плюс 80 градусов. Все это приводит к активному таянию снега, и в результате на дорогах и во дворах появляется мусор, скопившийся за зиму. К уборке и вывозу с меда коммунальные службы уже приступили. За прошлую неделю было вывезено более 700 тонн зимнего мусора. Работы проведены пока на центральных улицах Ярославской, Калинина, композиторов Форобьевых, проспектах Московском, Ленина, Мира, на Марпосадском шоссе и Президентском бульваре. Глава администрации города призвала усилить работу в этом направлении. Я прошу всех мобилизоваться. Это каждую весну такой мусор. Здесь, понятно, чудо не произойдет, и за сутки весь мусор мы не уберем. Но в течение двухнедельного периода, мы это знаем по опыту прошлых лет, активное таяние снега и ежедневно новый мусор. Ежедневно. Сегодня прошел, почистил, завтра на этом же участке появляется новый мусор. Мы это все прекрасно понимаем. И вдоль магистральных дорог, и внутриквартальных дорог, и во дворах, и на пешеходных тротуарах. И горожане, и автомобилисты это видят. А это наша зона ответственности. Только наша. И мы должны обеспечить порядок. Женские футбольные дружины на игровом паркете столичного физкультурно-спортивного комплекса «Восток» в выходные разыграли награды Кубка Чувашии по мини-футболу. Кто стал обладателем почетного трофея, знает наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Эти дамы Международный женский день предпочитают отмечать на футбольном поле. Седьмой год подряд в столице республики. Именно 8 марта проходит розыгрыш Кубка Чувашии по мини-футболу среди женских команд. Семь женских команд подали заявки на участие в турнире за заветный кубок «Борьбу Вилли», футбольные дружины Бресинского и Мариинского посадского районов, 61-й столичной школы, команда «Энергия», студенческие дружины госуниверситета и сельскохозяйственной академии, а также гости из Мариэл. Несмотря ни на что, женский футбол существует. Уже седьмой кубок Чувашии проводим по мини-футболу. В этом году хотим попробовать летом выйти на натуральный газон и играть в миди-футбол. Это 8 на 8. Так что нынешний турнир можно рассматривать как генеральную репетицию летнего сезона 2020 года. Кубковый формат соревнований не ограничивает возраст участниц. Так что на игровой площадке борьбу вместе со школьницами и студентками вели игроки, выступающие на чемпионате России и международных соревнованиях. Правда, опыт отдельных игроков, увы, не гарантировал успеха команде. 14-летняя Анастасия Спиридонова уже призывалась под знамена юношеской сборной России. В последний раз, буквально неделю-две назад, мы со сборной ездили в Белоруссию на сборы и там играли со сборной Белоруссии. Первую игру мы сыграли 2-2, вторую 6-0 выиграли. Ты забила? Нет. Ну, помогла команде. Увы, но команда «Энергия», за которую выступала Анастасия Спиридоном в борьбе за бронзу кубку, уступила со счетом 4-0 своим сверстницам из 61-й столичной школы. Обладателем почетного трофея стала сборная команды «Мариэл». Девушки в синей-белой форме. В финале со счетом 5-1 они обыграли коллег из Чувашской сельхозакадемии. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия. Такие были сегодня Вести. Все репортажи вы можете найти на официальном сайте ГТРК Чувашия. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин